Собственно, у нас курс программирования на Perl, и в этом семестре мы его сильно видоизменим. То есть первоначально мы начнем именно с программирования на Perl, поскольку это будет нашим инструментом, но мы решили провести значительный эксперимент и переформатировать курс под специфику вуза, а именно сделать упор на системном программировании. Не забываем отмечаться на портале. Ну и, собственно, что же мы сегодня будем рассматривать? Ну, я вам вообще расскажу о том, что мы будем учить, как мы будем учить, расскажу немного про историю языка, а также зачем он нужен, где он применяется. Ну и, в общем, пойдем дальше по этим пунктам. Собственно, что мы будем изучать? Конечно же, мы начнем изучение с языка Perl. Мы рассмотрим устройства и принципы работы Unix систем. Это важно, поскольку если язык Perl вам может не понадобиться, то устройство Unix вам понадобится с огромной вероятностью, если вы вообще собираетесь работать с дальнейшим программистом или где-то в связанной с этим сфере. Поскольку курс называется «Системное программирование», мы займемся системным и сетевым программированием на языке Perl. Ближе к концу одна из задач — это будет написание асинхронно-событийных программ. Это важный момент в современном хайлоат мире. Как мы учимся? У нас 11 лекций. Последняя лекция — она опциональная, там, практическое занятие. У нас 10 домашних заданий. Сначала первые домашние задания будут направлены на, собственно, изучение языка и каких-то инструментов. Дальнейшие домашние задания будут составлять целиком один большой проект. То есть вы будете по частям, по кусочкам писать и запускать свой сервис. Кто читал описание курса — это сервис, который будет работать на компьютере, обслуживать его локальную файловую систему и предоставлять к ней доступ посредством различных протоколов. Мы разберем по частям и взаимодействие с файловой системой, с демонизацией, и, собственно, то, как непосредственно написать сервер, как сделать его асинхронным, чтобы он принимал много запросов и мог обслуживать высокую нагрузку. Проверять домашние задания мы будем поэтапно. После каждой лекции у вас будет задано домашнее задание. У вас 10 дней на то, чтобы его сделать. И прислать нам ссылку на GitLab. Мы посмотрим, дадим комментарий, вы сможете ее доработать. Значит, если вы не успеваете уложиться в 10-дневный срок, вы получаете сниженный балл за домашнее задание. Но это все равно лучше, чем не сдать его вообще. Значит, у нас будет два хакатона. Если вы знаете про предыдущие курсы по Перлу, там тоже были хакатоны. В этом семестре мы хакатоны изменили, мы их улучшили. Теперь хакатон — это не 3 часа как стандартная лекция. Это почти полный рабочий день. Это с часу дня и до 8-9 вечера. Первый хакатон у нас проходит здесь. Второй хакатон проходит в офисе Mail.ru. Поскольку они большие, это было сделано по просьбам студентов. На протяжении большого количества хакатонов каждый раз нам говорили, да, сделайте большие хакатоны. Вот мы сделали. Это выходные дни. Если я правильно помню, это субботы. Поэтому, в общем, хакатон должен быть сильно интереснее, чем все те предыдущие, которые были. Вы все вместе собираетесь и командно работаете над каким-то одним большим проектом. Как оказалось, 3 часа довольно мало на то, чтобы вам и познакомиться между собой, и организовать командную работу. Надеемся, большого времени будет достаточно. Ну и, конечно же, под конец, 25 мая, у нас будет экзамен. Экзамен мы тоже поменяли формат. Итак, если раньше у предыдущих двух курсов это был билет, вытянул билет, написал программу за 3 часа, сдал, то теперь вы будете защищать свой проект. Вот то, что вы будете писать на протяжении курса, вы должны будете прийти и защитить, показать, как оно работает, как оно не работает, ответить на вопросы, почему оно такое и так далее. Значит, за домашки мы будем давать по 8 баллов. За хакатон, за каждый, мы даем 10 баллов максимум. Итого максимальное количество баллов 100. В рамках лекции, в рамках домашних заданий иногда будут бонусные баллы. То есть, если вы сделаете чуть больше, чем задано, то вы можете получить бонусные баллы, которыми впоследствии компенсировать то, что вы где-то потеряли. Либо что-то вовремя не сдали, либо где-то не до конца доделали. Баллы пишутся в диплом, который вам выдается по итогам окончания курса. Значит, что нужно делать для того, чтобы успешно завершить курс? Ну, в первую очередь, писать код. Не менее важно читать документацию. То есть, мы будем в рамках курса давать отсылки на различные книги, на какую-то конкретную документацию. То есть, поэтому смотрите. Смотрите документацию, не ссылайтесь только на лекции. Я не могу в лекции дать все, да, и, в общем, это бессмысленно. Значит, в обязательном порядке, то есть, с вам будет дана ссылка на слаг, регистрируйтесь и задавайте нам вопросы. Значит, преподаватели. На всех лекциях, хакатонах и прочем буду я. Я основной ведущий преподаватель. Также с нами еще два помогающих преподавателя. Они будут вести некоторые... Не вебинары, не вебинары, мастер-классы. Будут присутствовать на семинарах, хакатонах и так далее. Это Светлана Зимина и Игорь Мунькин. Вон они сидят в углу, на галерке. Поэтому приходите в слаг и задавайте вопросы, если вам что-то непонятно. Кстати, в слаге зарегистрированы выпускники предыдущих курсов, выпускники и участники, так что они тоже могут вполне вам на что-то отвечать. Значит, не откладывайте решения домашек на последний день. Когда вы их начнете решать, у вас сразу появятся какие-то сложности, вопросы и так далее. Поэтому, если вы делаете это в последний день, скорее всего, вам никто не успеет уже ответить. Вы напишите, а вам вовремя не ответят. Ну и вы просто потеряете этот лишний балл. Начните раньше, задайте вопросы. Ну и, кстати, да, если вы начали сдавать домашку, то есть вы написали код, вы прислали, это считается началом сдачи. Впоследствии вы можете дорабатывать и после прошествия 10 дней. Но не более, чем еще 10 дней до следующей домашки. Ну и еще раз отмечу, пишите код. Никакое чтение документации, никакое чтение исходников, никакое там еще какое-нибудь чтение или участие в форумах и слаках не даст вам стать хорошими программистами. Стать хорошим программистом можно только при помощи одного, при помощи написания кода. Своими руками. Теперь про Перл. Значит, Перл язык с очень такой большой историей. Перлу в декабре исполнилось 30 лет. Значит, изначально это был язык, который создавался как универсальная утилита для работы с текстом. То есть Ларри Волл, автор языка, работал в Unix. И в Unix с того времени, да, в общем-то и сейчас, существовало большое количество различных утилит. Собственно, сам Shell, там, греб, сорт, авк и так далее, и так далее. Для того, чтобы их всех соединять между собой, нужно было использовать пайпы. Если нам нужно было сделать много чего-то, это было медленно. И вот он захотел создать какой-то один инструмент, который сможет делать это все. И он создал язык Перл. После этого, после того, как он его выпустил, язык Перл понравился. Там был один основной принцип. Тим Тоуди. There is more than one way to do it. То есть в разных языках есть разные парадигмы. Это основная парадигма языка. Есть больше одного способа сделать это. То есть решить свою задачу. И поскольку у каждой задачи есть много разных решений, велик шанс, что каждый человек найдет свое решение, которое больше ему подходит. Ну а также вторым девизом Перла стала вот эта фраза, что простые вещи должны оставаться простыми, а вот сложные и, скажем так, невыполнимые задачи должны стать выполнимыми. Собственно, это все привело к следующему. На протяжении нескольких следующих лет Перл начал бурно развиваться. Он развивался как патчи, которые люди со всего мира присылали автору. Он из них собирал новые версии языка и выпускал. Ну, в общем, конечно же, ему это надоело. Он решил, что язык должен быть языком, который развивается комьюнити. И, собственно, к 1994 году был выпущен язык Перл 5. Значит, из основных вещей. Язык Перл 5 — это Core. При этом к нему существует библиотека CEPAN. Comprehensive Perl Active Network. Архивный творк. Там любой мог зарегистрироваться и размещать свои модули для языка. Тем самым любой человек мог сделать какое-то расширение к языку и любой другой человек мог им пользоваться. Это, скажем так, дало возможность ему очень хорошо двигаться. То есть, во-первых, не надо было уже присылать патчи, их не нужно было кому-то ревьюить. То есть, любой мог сделать свой вклад в язык. И на протяжении следующих лет язык развивался. До, собственно, 2002 года, где была выпущена довольно-таки известная и широко распространенная версия 5.8. В языке версии 5.8 была включена очень полная поддержка Unicode. На самом деле и на сегодняшний день Perl является языком номер один по поддержке Unicode. То есть, выходят новые стандарты Unicode, выходят новые какие-то фичи в Unicode Collation, в трансформациях и прочем. И Perl первый язык, который включает их в себя. Поэтому, если вам понадобится работать с текстом в Unicode, Perl — это язык номер один. Собственно, спустя некоторое время, то есть, 5.8 был довольно хорошим, немножко дорабатывался, но это язык, который присутствовал очень долго. В где-то 2007 году в сообществе Perl — в среде core-разработчиков произошло такое обновление. То есть, пришли новые люди и решили двигать язык дальше. Собрали все, что накопилось и что долго не выпускалось, и выпустили Perl 5.10. Там появились новые какие-то функции веяния от влияния Perl 6. То есть, какие-то вещи начали бэкпортить в Perl 5. Спустя некоторое время выходит версия 5.12. И, начиная с 2010 года, каждый год выходит новая стабильная версия Perl. То есть, начиная с 2010 года, Perl начал непрерывно и ежегодно развиваться. То есть, да, на протяжении 2000 до 2010 сам язык развивался не сильно, то есть, после Perl 5.8. Но, начиная с 2010-го, развитие пошло опять. Собственно, что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем хорошо зарекомендовавший себя язык. Он довольно кроссплатформенный. Его кроссплатформенность не такая, как у Java, когда вы все скомпилировали и носите код. Просто этот язык скомпилирован под все возможные и невозможные платформы. То есть, Perl можно запустить на iPhone, на Raspberry Pi, на каком-нибудь маленьком устройстве. И, в общем, это те же скрипты, которые вполне хорошо работают. Мы имеем огромную библиотеку модулей. На Cipane у нас присутствуют модули практически под все, что только можно представить, причем в нескольких версиях. Можете выбирать, что вам больше понравится. Есть большое сообщество. Ну и немаловажный момент, у программистов Perl довольно высокие зарплаты. В первую очередь, Perl используют, наверное, веб-программисты. На Perl есть фреймворки, на Perl написаны сайты. И вообще, Perl был одним из первых таких веб-языков. Конечно же, Perl используют не веб-программисты. Те, кому нужно процессить тексты, те, кому нужно как-то обрабатывать данные. Например, существует такая ветка Perl, которая называется BioPerl. Его используют биологи для того, чтобы рассчитывать всякие цепочки ДНК и прочее. Поэтому можно сказать, что Perl используют даже не программисты. И самые не программисты из тех, кто использует Perl, это системные администраторы. Поскольку Perl присутствует на любой платформе, поскольку Perl это универсальный инструмент, и если вы рассмотрите, вот есть, например, Linux, Mac, FreeBSD, в них есть консольные утилиты. Так вот, фишка в том, что эти консольные утилиты, они немножко, но разные. Вы можете обнаружить, что флаг, к которому вы привыкли в Linux, вдруг отсутствует где-нибудь там на Mac или в BSD. При этом Perl везде более-менее одинаковый. То есть он умеет одно и то же. Если вы знаете Perl, вам не будет сложно, потому что, ой, здесь другой Perl. Нет, это тот же самый Perl. Ну и, собственно, да, я об этом сказал. Значит, где Perl присутствует? Ну, в общем, он присутствует в большинстве компаний, которые были созданы, ну, скажем так, довольно давно. То есть это, конечно, большие российские компании, Mail.ru, Яндекс, там, Касперский, Ру-Центр, но и также это и большие зарубежные компании. Например, здесь можно отметить New York Times, потому что они не просто используют Perl, они довольно-таки значительный контрибьютор в сообщество Perl. Одни из известных модулей, то есть одни из популярных модулей, написанные Тимом Бансом, который, собственно, работал в то время, когда я их писал в New York Times. Значит, теперь про сильные и слабые стороны. То есть когда вы выбираете какой-то инструмент, вы должны его выбирать почему-то. То есть не просто так, что вот мне он нравится, а он должен как-то подходить к этой задаче. Так вот, самое слабое место Perl – это математика. Если вам нужно, ну, не знаю, перемножать матрицы, ну, наверное, и вам это нужно делать много и интенсивно, наверное, Perl не самый подходящий язык. Для этого лучше взять C, да можно хоть Fortran. Значит, C он проигрывает сильно, а также он проигрывает джитовым языкам. То есть, например, в JavaScript есть джит, а в JavaScript математика более быстрая. Другим скриптовым языкам, таким как PHP или Python, он проигрывает немножко. Возможно, где-то за счет более generic структур, за счет собственной гибкости. Но есть один важный момент. Perl можно ускорить при помощи языка C. То есть, можно на языке C написать модуль, который будет настолько быстро, насколько быстро язык C, и при этом отыграть этот проигрыш обратно. И, собственно, его сильное место – это обработка текста. Изначально он под это создавался, он вырос, эволюционировал, но тем не менее. Кто из вас слышал про регулярные выражения? Так вот, регулярные выражения, они существовали до Perl, но Perl принес их в том виде, в котором вы их знаете, на все платформы, во все языки. То есть, первоначально были POSIX регулярные выражения, они неудобные. То есть, они менее удобные. Во всех системах, в которых сегодня встроены регулярные выражения, встроены Perl Compatible Regular Expression. Именно перловые регулярные выражения. Таким образом, за счет встроенности регулярных выражений в язык, Perl – идеальный инструмент для обработки текста. И, собственно, это дает нам возможность за счет их производительности и за счет того, что он это делает хорошо, писать эти программы быстро. И, собственно, второе сильное место – это близость системных функций. То есть, все сисколы, которые у вас есть, с помощью которых вы взаимодействуете с операционной системой, у вас доступны непосредственно под рукой. То есть, над ними есть небольшой враппер для языка, но вы можете спокойно посмотреть MAN от C и пойти писать на Perl. Стоимость оверхеда от Perl в системном вызове небольшая. Таким образом, совместив два последних сильных момента, мы получаем такую очень хорошую сильную сторону Perl. Вы можете писать программы, которые работают с сетью, которые работают с чем-то системным. При этом, проигрыш языку C по производительности будет не более трех раз. При этом, скорость написания программы у вас будет сильно быстрее, чем в три раза. То есть, программу на Perl можно написать сильно быстрее, чем на языке C. И главное, ее намного проще отлаживать. Ну, собственно, теперь, что вам понадобится при изучении курса? Вам понадобится знание Linux. Кто не знает, Linux будут дотягивать его по ходу. Вам придется разобраться с Git, поскольку Git — основной инструмент при совместной работе у современного программиста. И при помощи Git у нас будет выполняться и проверка домашних заданий, и их сдача. Да, в этом семестре у нас еще одно нововведение. Мы не будем больше заставлять вас разрабатывать на локальных собственных машинах, ставить куда-нибудь себе на Desktop Linux, хотя я настоятельно рекомендую, если у вас не маг. Итак, мы всем дадим по виртуалке. То есть, мы сделаем собственное облако из виртуалок. У каждого будет своя личная виртуалка. Поэтому вам нужно будет освоить SSH, научиться логиниться на эти виртуалки и что-то там делать. Это поможет вам всем находиться в одинаковых условиях. Нам не придется сталкиваться с проблемами, что у вас что-то не работает, потому что у вас странно настроенная система, или у вас нет прав администратора, или у вас старое железо, или еще что-нибудь. Поэтому в основном мы сфокусируемся на серверной разработке под конкретную платформу. Ну, собственно, да, вам нужно будет освоить Unix Shell. Ну, для большинства это баш, кто уже чем-то пользуется, и это не баш, ну, окей, вы молодцы. Вам понадобится консольный редактор. Дисктопный редактор — это, конечно, хорошо, когда вы можете править что-то на локальной файловой системе, но нужно уметь работать на удаленной машине. Это, ну, в общем, из рекомендаций Vim или Emax. Большинство программистов сегодня пишут в Vim. В общем, учите Vim. И, конечно же, утилита MAN. Независимо от того, на чем вы будете писать, находясь среди Unix, нужно уметь пользоваться MAN. И, собственно, для того, чтобы прочитать, что такое MAN и как им пользоваться, можно почитать MAN по самому MAN, именно запустив команду MANMAN. Что можно порекомендовать? Ларри Волл сказал, что PERL будет хорошим вторым языком. Первым хорошим языком будет английский. Поскольку автор языка — лингвист, он язык создавал с некоторыми, скажем так, возможно, лингвистическими подходами. И, собственно, та гибкость языка, которая у него есть, она немножко лингвистична. Это, во-первых. Во-вторых, большая часть документации по программированию, мануалов, книжек и прочего на английском языке. Перевод может быть некорректен, перевода может не быть, перевод может быть неполный. Поэтому учитесь читать как минимум техническую документацию на английском языке. Вам пригодится знание любого другого языка программирования, но желательно, чтобы это был язык C. Поскольку мы будем делать отсылки к системному программированию, а системное программирование делается на низкоуровневых языках зачастую, и это язык C. Если у вас есть знание другого низкоуровневого языка, хорошо. Вам понадобится представление о том, как вообще функционирует интернет, сети и прочее. Ну, алгоритмическая подготовка и, в общем, понимание теории ООП будет не лишним. Теперь про документацию. У вас это все доступно, то есть будет и ссылка на презентацию, также будет интерактивная презентация, доступная онлайн. Вы всегда сможете это посмотреть. Значит, PerlDoc. Бывает консольный PerlDoc, так же как MAN. Есть сайт PerlDoc, PerlOrg, который можно открыть, посмотреть в браузере, это может быть удобнее. Можно посмотреть другие ресурсы на сайте PerlOrg, там есть вспомогательная документация. И есть сообщество PMOrg, PerlMongers, это как раз вот те самые комьюнити, которые распространены по всему миру. Значит, книги. Для тех, кто любит читать книги, мы собрали и привели список наиболее известных, наиболее хороших книг по Perl. Вы можете их найти по ISBN, вы можете, соответственно, найти их русскоязычные версии, если захотите. В общем, основной список я привел. Если вы пойдете читать PerlDoc, вы обнаружите, что PerlDoc очень много. Собственно, различные темы освещены в различных разделах этого самого PerlDoc. У каждого из них есть свое название. Например, если вы хотите понять, с чего начать, вы можете открыть, например, PerlInpro. Здесь перечислены основные PerlDoc, которые рекомендуется прочитать по мере необходимости. Знание того, что есть такой PerlDoc и что в нем что-то написано о интересующей вас теме, поможет вам быстро ориентироваться и возвращаться к необходимым темам. Ну и, конечно же, давайте начнем с самого простого. Нельзя начать изучение языка программирования, не написав на нем Hello World. У Perla есть интерактивный, точнее, не интерактивный, а консольный режим, позволяющий запустить программу, не записывая ее в файл, при помощи ключа "-e". Поэтому мы пишем просто Perl-e, даем ему текст программы в качестве строки на вход. Ну, в общем, программа очень простая, принт и строка, и он работает. Если же вы хотите записать программу, то вы можете создать файлик. Я здесь написал, что это будет скрипт.pl. Расширение у перловых программ .pl, у перловых модулей .pm. Собственно, пишем тот же текст программы в этот файлик и запускаем его при помощи интерпретатора. Давайте немножко рассмотрим сам синтаксис языка. Значит, программа на языке Perl — это последовательность инструкций, стейтментов. Синтаксис довольно-таки близок к синтаксису языка C. Те же фигурные скобки, циклы, for, while и тому подобное. Но, как бы, есть и свои особенности. Значит, во многом Perl при его создании заимствовал идеи и конструкции из различных, то есть как из языка C, так и из консольных утилит и инструментов. И одна из его характерных черт — у имен переменных есть символьный префикс. У каждой переменной что-то перед ее началом будет написано. Собственно, когда мы дойдем до переменных, вы это увидите. Значит, в языке есть понятие блока. То есть вы можете обрамить некоторое выражение фигурными скобками, и это будет блок. Внутри блока вы перечисляете эти самые стейтменты. Есть стандартные управляющие конструкции, которые вам могут быть знакомы из других языков. Ну и, собственно, мы их сейчас рассмотрим чуть подробнее. Значит, первая, самая важная, наверное, конструкция в любом языке — это условия. То есть программа без условий — это странная программа, которая линейно выполняется и не может никак менять свое поведение. Значит, условия — это if, к нему есть else, к нему есть else if. Else if пишется слитно, не как в си, и без буквы и посредине. То есть будьте аккуратны. То есть если вы напишите else if с буквой и слитно, то перл вам об этом, в принципе, скажет, что вы написали else if неправильно. Помимо if существует вторая конструкция, которую нельзя найти почти нигде больше — это unless. Вот здесь начинается та самая гибкость языка, которая позволяет вам записывать одни и те же вещи по-разному, расставляя акценты. Unless — это if not. В натуральном языке такое выражение есть, поэтому его сделали и здесь. К unless можно дописать также else, то есть это, по сути, такой же if. Значит, есть стандартные циклы while и until. В общем, они могут писаться как в форме, когда while условия блок, так и в форме do с блоком и while. Значит, есть еще такая штука, как for и for each. У for есть три формы записи. Есть стандартный, так называемый, сишный for. Это for с тремя выражениями, когда у вас есть начальный statement, statement каждого цикла и, собственно, проверка. Также у вас есть for по списку. Вот его часто записывают как for each. Но на самом деле в любом месте программы можно вместо for использовать for each, вместо for each использовать for. Предполагалось изначально, что for будет использоваться как сишный, а for each в списках. Но for писать короче, а чем короче программа, чем меньше писать, тем она быстрее пишется. Поэтому большинство всегда пишет for. И, в общем, в этом нет ничего страшного, если вы пишете for по списку. Значит, также в языке существует еще одна важная вещь. Это постфиксное выражение. Это когда вы пишете какой-то statement, а к нему применяете условия или цикл. Поэтому можно написать, например, statement for list. Теперь переменные. Каждая переменная начинается со своего специального значка. Значит, бывают три базовых типа переменных. Это скаляры, это массивы и это хэши. Значит, скаляр — это нечто, что содержит строку или число. Или ссылку, но об этом позднее. Пока вам этого достаточно. Массив — это некое множество скаляров. Хэш — это, скажем так, словарь скаляров, где ключ — это строка, значение — это любой произвольный скаляр. Перед скаляром ставится знак доллара. Собственно, S как доллар. Здесь семантика именно такая. Перед массивом ставится собака. Собака имеет значок A в кружочке, A — Ray. Хэш — перед ним стоит знак процента. Расшифровку процента мне сложно сказать, но это как бы ключ слэш значения. Значит, вы можете ставить модули. Когда вам нужно использовать какой-то модуль, вы его видите на цпане, вы просто можете его либо поставить из репозитория, либо поставить с цпана. После того, как вы его подставили, вы его можете подключить в своей программе и использовать. Один из первых модулей, который вам понадобится, это DDP или Data Printer. Он позволит вам любые структуры, которые вы собираете, выводить на экран. Их также можно использовать в однострочниках при помощи ключа «-М». «-М» подключает вам модуль, и дальше вы его можете в своей программе использовать. Ну а теперь рассмотрим то, что в Перле ценится, скажем так, системными администраторами. И не только ими, а именно однострочные программы. Поскольку вы можете написать программу, не создавая файлик, просто написав минус «-е» и написав текст программы, однострочники стали довольно-таки популярной штукой. Ими пользуются очень многие. Значит, как мы можем написать однострочник? Ну да, тот самый флаг «-е». Есть еще «-е» большое, которое позволяет использовать все функции языка текущей версии. То есть поскольку «-сей» появился только начиная с версии 5.10, то для того, чтобы его включить, нам нужно использовать «-е» большое. Вы на сегодняшний день все можете использовать флаг «-е» большое. Также вы можете текст программы, которую вы передаете, разнести на много строк, пожалуйста. Либо вы можете скормить текст программы для Перла на stdin. То есть вы, в отличие от языков, которые обладают readable print loop, когда вы запускаете программу, например, Python, и пишете выражение. Нет, Перл принимает весь stdin как цельный текст программы. Теперь рассмотрим опции. Однострочники не были бы так сильны, если бы у нас не были готовы какие-то консольные опции, которые позволяют нам писать программы без их написания при помощи маленьких флажков. Флаг «-эль» позволяет нам менять разделители входного и выходного потока. Зачем это нужно, станет позднее понятно. Флаг «-эль» позволяет вокруг тела нашей программы, которую мы написали, обернуть цикл, читающий stdin. То есть вы просто добавляете флаг, и у вас ваша строчка программы исполняется для каждой строки stdin. Флаг «-п» позволяет не просто оборачивать с таким циклом, но еще и печатать ту строку, которая у вас осталась после выполнения каждой строки. Сочетание флагов «-эль» позволяет вам обрабатывать входной поток. То есть когда вы прочитали строку из stdin, в ней будет перевод строки. Перевод строки лежит собственно в этих переменных разделителях потока. Вот если применить функцию чомп, о ней можно прочитать в документации, от входной строки будет отрезан этот самый разделитель. Тем самым вы получите строку без разделителя. На самом деле все гораздо хитрее. Есть еще команда «-а» от АВК, которая позволяет входной поток разрезать на колонки. То есть допустим у вас есть какие-то разделители. По умолчанию эти разделители — это пробелы. Вы запускаете с флагом «-а» и у вас перед запуском вашей программы входной поток будет еще разрезан по этим разделителям. Разделители можно произвольно выбирать при помощи флага «-f» и даже в качестве разделителя использовать регулярные выражения. Таким образом, вот этот набор флагов позволяет вам довольно-таки в широком диапазоне процессить входной поток и собственно самим решать, выводить его или не выводить. Значит, давайте рассмотрим немножко полезных и интересных однострочников. То есть, когда вы смотрите на флаги, вам не очень понятно. Ну, флаги, да, что с этим делать? Значит, вот я… Их много. Однострочников существует огромное количество и еще больше их существует не задокументированных, нигде не сохраненных, потому что люди вообще их обычно не сохраняют. Они их просто пишут, выполняют свою задачу и, в общем, забывают. Значит, давайте посмотрим. У нас есть еще флаг минус i, который позволяет непосредственно заменить и обработать тот файл, над которым он запускается. То есть, мы применяем флаги lp, l оборачивает все это… точнее, p оборачивает все это циклом, который печатает, l мы будем применять всегда, когда мы пользуемся разделителями. Мы берем каждую строку, применяем к ней регулярное выражение. То есть, про регулярное выражение мы будем… У нас будет отдельная лекция. Пока, ну, вот так, для примера. То есть, мы применяем регулярное выражение, которое из каждой строки отрезает трейлинг спейсы. Поскольку вокруг этого всего обернут цикл, который процессит весь файл, и поскольку это p, которое печатает, мы просто берем и здесь на месте модифицируем этот самый файл, убирая из него лишние пробелы. Мы можем точно так же написать вот такой код. Мы применяем регулярное выражение, которое матчит пустые строки или строки, начинающиеся с решетки. Иначе печатает их. Таким образом, если строка у нас пустая или начинается с решетки, мы ее не печатаем. А поскольку мы с тем же флагом минус и применяем это к какому-то файлу, мы просто из файла убираем все комментарии и пустые строки. Довольно удобно для того, чтобы получить чистую выжимку кода. Там есть всякие выражения типа двух точек, так называемые range операторы, которые позволяют нам при помощи условия проверять номер строки. То есть, вот это, например, просто выведет строки из файла с 20 по 30. Если бы я добавил флаг минус и, у меня бы в файле остались только эти строки. Этот range оператор, он более сложный, его можно применять с регулярными выражениями. Об этом можете посмотреть позднее. Собственно, можно, выбирая условия, то есть, какой у нас флаг, какое у нас условие, что мы делаем. То есть, мы можем либо удалять какие-то строки, либо печатать и так далее. Ну и, в общем, из различных комбинаций такого мы можем делать... То есть, здесь вот мы в основном работаем либо с файлом, либо с потоком, применяем какой-то набор флагов, который за нас пишет кусок программы, а дальше мы непосредственно пишем текст этой программы. И вот с этой обвязкой текст программы получается маленький, поэтому эту программу не нужно никуда сохранять, под это не нужно делать отдельные утилиты. Ну, теперь давайте про то, как, собственно, настроить себе окружение или проверить свое окружение. Значит, мы не будем рассказывать, как поставить Perl, потому что на целевой системе у вас Perl будет уже установлен. На собственных ноутбуках, я думаю, вы должны будете справиться с задачей установки Perla. CEPAN. Существует исторический старый сайт CEPAN.org и более новый, более удобный MetaCEPAN.org. Туда можно пойти, там можно поискать интересующий вас модуль, почитать документацию к модулю или посмотреть его исходники. Что бывает интересно. Существуют различные утилиты CEPAN, CEPAN+, CEPAN-, это все утилиты для установки модуля CEPAN. Ее можно, например, себе локально поставить вот такой простой командой. Ну и, собственно, если вы будете ставить утилиты при помощи CEPAN-а, ставятся они будут в домашнюю директорию, вам понадобится вот такой код, который, в общем-то, описан в документации на сам модуль, который вам понадобится вставить в bash profile или bash rc. О более подробной настройке гитая, Саша, Перла и прочего вам будет рассказано на мастер-классе. Игорь расскажет. Теперь Slack. Будьте здоровы. Значит, эксперимент со Slack нам очень понравился. То есть в прошлом семестре была первая попытка использовать Slack. В общем, это намного удобнее и намного приятнее, чем, простите, портал. Возможно, вы меня поймете. В общем, джиньтесь к Slack. Пожалуйста, называйтесь нормальными, реальными именами. Никнеймы тоже заводите более-менее адекватно. По возможности, ставьте фотографии, поскольку просто так узнавать большое количество людей довольно сложно. Значит, там есть некоторое количество каналов. Мы не стали выгонять всех студентов старых. То есть мы решили оставить этот Slack как, в общем-то, сообщество выпускников Perl-курсов со всех вузов. Поэтому есть канал General. Он основной. Там сидят все, кто уже были. Вы можете туда присоединиться и задавать различные вопросы. И есть канал Сфера. Это ваш канал, то есть лично ваш. Он очищен от всех предыдущих. Соответственно, присоединяйтесь. Там должен быть текущий выпуск. Значит, второе это GitLab. Регистрация закрытая. Пишите нам. То есть первый шаг, что вам понадобится сделать, это присоединиться к Slack, поскольку там вы будете с нами общаться. Далее в Slack находите одного из преподавателей и соответственно пишите нам. То есть мы вас зарегистрируем в GitLab. Вам придет ссылка на почту. Дальше вы придете установите пароль. Вам понадобится сгенерировать SSH-ключ для того, чтобы попасть на сервер. И этот ключ отправить опять же одному из преподавателей. Собственно, SSH-кейген даст вам пару ключей. Часть ключа публичная, часть ключа приватная. Приватную часть никому не показываете, публичную она имеет расширение .pub. Можно спокойно распространять. Это публичный ключ, который дает вам возможность с приватным ключом попасть на машину. В общем, про SSH-ключи вам более подробно расскажет Игорь в мастер-классе. Ну и собственно, теперь я предлагаю сделать небольшой перерыв и как часть этой лекции я решил провести, скажем так, демонстрацию того, что Perl может. Я напишу там, ну не знаю, простенький какой-нибудь однострочник под непосредственную задачу, которая нужна нам сейчас, а также покажу, что с помощью Perla можно в общем очень быстро написать, например, HTTP-сервер. Можно, конечно, взять готовую библиотеку с HTTP-сервером, но мы напишем ее вообще практически без использования библиотек. Ну вот, соответственно, можно будет оценить, что вас ждет где-то к середине или ближе к концу курса. поездки-сервером, поездку-сервера, какие-то передачи-ψер, так. Ариное к cogнице-сервером, ந библиотек� подождать. Продолжение следует в 30 000 любви обезья, ну давайте lr exploration